Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Начался декабрь, еще один год на исходе. Слава небесам! 2020-й стал тяжелым для всех. Американцы устали, они разочарованы, разделены и озлоблены. Сказались 8 месяцев непрерывного кризиса, передышка никому бы не помешала. К сожалению, похоже, передышки не будет. Мы узнали недавно, что на подходе новый кризис, как ни печально, он такой же тяжелый. Новая напасть угрожает самому существованию нашего государства. Нет, это не новая форма коронавируса из Азии. Это не новое экзотическое болеутоляющее, способное убить еще одну сотню тысяч американцев в маленьких провинциальных городах. Это даже не очередной отток рабочих мест среднего класса в Китае, все намного хуже. Кризис — это вы. И ваши грехи. Ваш неискоренимый фанатизм. Вы — угроза Америки. Мы узнали это от мэра города Луисфилл, штат Кентукки. Зовут мэра Грэг Фишер. Как гражданский лидер, Грэг Фишер, прямо скажем, не состоялся. При нем Луисфилл живет гораздо хуже, чем до него. Как мэр, Грэг Фишер провалился. Это бесспорно. Итак, он нашел новое занятие. Теперь Грэг Фишер — эксперт в области здравоохранения. Вот работа с гораздо меньшими требованиями и более мягкой оценочной шкалой. Послушайте, как доктор Фишер описывает новую пандемию. Наша система работает неправильно. Ее нужно демонтировать и заменить. Поэтому я подписал указ, в котором объявляю расизм кризисом системы здравоохранения в Луисфилле. Итак, Грэг Фишер считает расизм кризисом системы здравоохранения. Доктор Фишер хочет бороться с расизмом с помощью указа. Помогут ли маски сдержать волну расизма? Раньше не помогали, но мы увидим. А может и нет. Прелесть борьбы с расизмом равна как и с хандрой, психозом, экзистенциальным страхом, в отсутствии четких критериев прогресса. Невозможно понять, победили ли вы. Битва никогда не заканчивается. Ваше участие в ней всегда оправдано. В войне против расизма вы всегда хороший парень. Никто не критикует ваши мотивы и даже вашу компетентность. Сравните это с обычной политикой. Так гораздо проще. По меркам обычной политики Грэг Фишер настоящий позор. Два крупнейших работодателя просто покинули его город. Огромное количество людей умирает от наркотиков. Летом не утихали расовые беспорядки. В Луисвилле бардак, и Грэг Фишер несет ответственность за бардак, по крайней мере частично. Неудивительно, что ему не хочется говорить об этом. Гораздо выгоднее говорить о расизме. Что он и делает. Очевидно, это старый трюк. Эл Шарптон не платит налоги и называет вас расистами, если вы возмущаетесь. Но такая тактика приобрела невиданную популярность. Она повсюду. На это есть причина. Чем очевиднее тупость и эгоизм людей у власти, тем больше они атакуют вас и страну, которой должны руководить. Они разделяют нас, чтобы мы не замечали, насколько они ужасны. К сожалению, такая тактика работает снова и снова. Предположим, вы некомпетентны, и вы хотите скрыть это ото всех. Что вы сделаете? Первым делом вам нужно уничтожить меритократию, систему, при которой людей награждают согласно их талантам и заслугам, а не по другим критериям, вроде внешнего вида. Меритократия — главная угроза для некомпетентных людей. Она мешает им достичь богатства и власти, они ненавидят ее больше всего, и поэтому уничтожают. Так как на практике выглядит уничтожение меритократии? Это очень похоже на то, как Джо Байден комплектует администрацию. Недавно в политику вышла новая статья, согласно которой черное партийное руководство требует, чтобы Байден назначил черного министра обороны. Не того, который хорошо защищает Америку, а того, у которого правильный цвет кожи. Феминисток это взбесило, сообщает политику. Не потому, что страна может стать уязвимой. Нет. А потому, что они хотят министра обороны женского пола. Почему они хотят министра женского пола? Потому, что они сами женского пола. Министр обороны должен быть как они. Вот и вся их забота. Не Пентагон, не страна. Невозможные военные угрозы в будущем, а их идентичность. Иными словами, это нарциссизм. Когда я смотрю на людей у власти, я должен видеть себя. Таково требование. И не только к Пентагону. Вот как Vox.com освещает процесс выбора преемника Стивена Мнучина на посту министра финансов. В цитатах, Уолл-Стрит и левые скептики считают белую Лайл Брейнард наиболее вероятным кандидатом на пост министра финансов. Рафаэль Бостик, первый потенциальный черный министр и открытый гей, тоже принимаются во внимание. Vox продолжает заметкой, что, цитата, «Демократы-латиноамериканцы расстроены отсутствием своих кандидатов в борьбе за три других высоких поста в администрации Байдена». Смекнули? Латино-черный гей. Это категории, а не люди, не личности. Важна идентичность, а не страна. Разделение вместо единства. «Белые натуралы — враги», — говорит партия, ведомая одним из них. Такова реальность. Трудно представить себе что-то более уродливое. Трудно вообразить более резкий тупик. Он не дает вам идти дальше по дороге. Распри, а то и вещи похуже, преграждают нам путь. Вот как «Хаффингтон-Пост» освещает борьбу за место Камел и Харрис в Сенате от штата Калифорния. Цитата. «Три основных лагеря и их подгруппы пытаются повлиять на губернатора Калифорнии Ньюсома. Одни ратуют за черную женщину, другие — за латиноамериканца, третьи — за члена ЛГБТ». Конец цитаты. Иными словами, это работа только для определенных категорий людей с определенным цветом кожи. Чем это отличается от кастовой системы? Чем это лучше законов Джима Кроу? Эти справедливые вопросы никто и никогда не задавал. Напротив, СМИ просто аплодируют. Я не помню, когда еще кабинет или штат высших чиновников отличался таким многообразием. Я предполагаю, что его кабинет может стать самым многообразным в истории этой страны. Самый многообразный кабинет в истории передачи власти. Он обещал самый многообразный кабинет в истории. Подобного многообразия еще не было. Возможно, он будет самым многообразным. Формируется самый многообразный кабинет в истории. У избранного президента Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис настолько компетентная и многообразная команда, насколько это возможно. Очевидно, эти люди не впечатляют, несмотря на свою репутацию. Они бездумно повторяют актуальные корпоративные слоганы. Но послушайте их. Многообразие – вот преобладающие критерии всех назначений. Обратите внимание, никто из них не уточняет, что же это за многообразие. Никто не дает обоснования этому понятию. Никто не решается. И все же корпоративная Америка требует многообразия. Многообразие в их понимании. NASDAQ, например, предложила новые правила, по которым компании, цитата, «должны иметь по крайней мере двух многообразных представителей в руководстве, включая одного самоопределяющего себя как женщину, и одного из других недостаточно представленных меньшинств, или объяснить причину отсутствия таковых». Конец цитаты. Чтобы не отставать, банк Credit Suisse объявил о том, что создал список из 350 наиболее, цитата, «ЛГБТ-лояльных компаний», которые, конечно, будут награждаться соответственно. Задумайтесь на минутку. Ведь тут на кону большие деньги и большая власть, которая к ним прилагается. В какой-то момент нам понадобятся очень конкретные способы подтверждения, что люди, получающие выгоду от таких категорий, заслуживают этого. Что они на самом деле женщины, чтобы это сейчас не значило, или по праву состоят в ЛГБТ-Q+. Как будет выглядеть такая проверка? Анализ крови? Видеонаблюдение в доме? Мы узнаем в какой-то момент, к сожалению. Джанет Йеллен это, похоже, не беспокоит. Байден выбрал Йеллен для работы на посту министра финансов. Она достаточно богата, чтобы соглашаться со всем. Йеллен объяснила, что искоренение социального неравенства, что бы это ни значило, это главная цель экономической политики государства. Смотрите. Мы рискуем упустить из виду глубокие структурные проблемы. Неравенство, низкие зарплаты, расовое неравенство при оплате труда, нехватка рабочих мест, жилищный вопрос, продовольственная проблема, слабое кредитование малого бизнеса. Все это препятствует благополучию цветных сообществ. Гендерное неравенство мешает женщинам быть частью трудовых ресурсов и замедляет развитие нашей экономики. Это совокупность трагедий. Да. Так вот идея в том, что все отдают деньги Минфину и вас отправят за решетку, если вы не согласны. Они применят силу, если нужно. Но выигрывают от этого не все, а только те люди, которых Джанет Йеллен сочтет достойными. Вот что мы имеем. Нам стоит это обсудить. Но давайте сделаем пару шагов назад. Что еще интереснее, все услышанное вами сейчас полностью противоречит истине. И если вы действительно за настоящее многообразие, вы это заметили. Меры, которые предлагают они, не принесут никакого многообразия, совсем наоборот. Таким способом они просто стараются наделить властью своих друзей. Мы наблюдаем попытку организовать и сохранить классовую систему, которая уже существует, и, к сожалению, крепнет с каждым днем. Если бы вы действительно хотели сделать наше общество более справедливым, мы хотим это, и вы тоже должны. Классовая система — это плохо. Если бы вы хотели справедливости, вы бы вернули меритократию. Вы бы вернули систему, где кто угодно, независимо от места рождения, внешности или ориентации, может добиться успеха. Так всегда было, поэтому мы гордимся Америкой. Но левые требуют совсем другого. Если бы вы хотели добавить многообразия в компаниях, вы бы попытались сделать это по-настоящему. Вы бы нанимали людей, которые не имеют с вами ничего общего. Действительно разных людей с по-настоящему разными биографиями. Вы бы нанимали больше людей с техническим образованием и меньше тех, кто изучает маркетинг и коммуникации. Вы бы находили людей из сельской местности, действительно из глубинки. Вы бы интересовались людьми, которые участвуют в жизни церкви, или владеют оружием, или потеряли близких, умерших от отравления опиоидами. Но прежде всего, вы бы ограничили количество сотрудников, окончивших элитные колледжи. Давайте начнем со ста самых престижных в ежегодном рейтинге. Вы бы сразу исключили выпускников Гарварда, Еля, Принстона и Стэнфорда. Они и так обеспечили себе представительство на ближайшие 50 лет. Вы бы признали недействительными все предыдущие назначения по совету компании МакКинзи или любой другой нелепой консалтинговой фирмы. Вы бы вышли за рамки пола и расы, чтобы обратиться к культурным критериям, которые действительно значимы и определяют дальнейший успех в классовой системе. Вы бы сняли баллы у любого кандидата, кто провел хотя бы один вечер в Нантаккете или Мартес Виньярд, или в Сен-Барри, и добавили бы баллов тем, кто отдыхает в Брэнсоне, или на озере Мид, или во Флорида Панхандл. Вы бы начали агрессивную кампанию в поддержку полных людей, или охотников на оленей, всех, кто предпочитает американские машины, или обедает, не снимая шляпы с головы. Эти люди представлены в корпоративных советах? Я так не думаю. Найдите хоть одного толстяка в корпорациях. Их там нет. Почему? Вы знаете, почему. Наши лидеры делают прямо противоположное. И этим все сказано. Мы наблюдаем, как правящий класс оставляет привилегии для себя. Так бывает всегда. С любой элитой. Сколько людей, читающих вам лекции о многообразии, имеют абсолютно одинаковую биографию? Да, в общем-то, почти все. И поддерживают они только своих. Мы можем привести тысячи примеров. Давайте возьмем один из них. Вот Маркус Мабри. Он курирует все цифровые проекты CNN. Он много лет в журналистике. Теперь он насаждает многообразие активнее всех в CNN. Наверное, каждая его фраза заканчивает со словом «многообразие». Это его работа. Но вот что интересно. Сам он учился в элитной школе Лоуренсвилла. Он получил две степени в Стэнфорде. Он многие годы работал в Ньюс Уик, Нью-Йорк Таймс и Твиттере. Так что теперь он вполне естественно выражает беспокойство по поводу неравенства. Послушайте, как всего несколько лет назад он читает лекцию своему тогдашнему подчиненному. У нас много работы в Твиттере и на всех платформах. В том числе поэтому я пришел в Твиттер, чтобы нас услышали. Да и в Нью-Йорк Таймс тоже. Наше число должно расти. Нас должно быть больше. И не только афроамериканцев, но также латиноамериканцев, которые тоже слабо представлены в Твиттере, которые, я убежден, прилагают максимум усилий в этом направлении. Но у нас еще очень много работы. У нас много работы! Чтобы наших было больше, людей, окончивших Лоуренсвилл Стэнфорд, нас слишком мало! Мы слабо представлены! Маркус Марби сейчас в Совете одной из самых дорогих школ мира. Он ищет людей! Конечно! Это поможет ему! Всем его друзьям! Только вот вам это не поможет. Да и нет такой цели. В их многообразии для вас места нет. Но вы в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова